всех приветствую снова леший снова небольшие нюансы по нему так что было сделано с ним в прошлом видео показывал то что чуть подточил этот флажок чтобы можно на прицел оставить крайнее положение за это время была установлена колба 036 без удлинения приклада в принципе с моей рукой довольно крупной кистью мне удобно то есть можно не удлинять может быть бы там на сантиметр на 5 миллиметров можно удлинить но изначально не хотел увеличение приклада потому что планируется что дочка будет учиться тренироваться стрелять из этой винтовки игрушечной поэтому приклад нужно оставить минимально короткие вот или можно как вариант докупить еще еще один приклад и переставлять благодаря модульной конструкции можно быстро менять приклады длинные короткие сколбы без колбы легкие в этом плане леший интересен своей модульностью вот дальше сейчас хотел показать по прикладу еще один нюанс который был сделан вот по установке колбы все очень просто спускаем давление этим болтиком вот откручиваем сначала шестигранником откручивались пластиковый такой элемент декора дизайна направляющую закручиваем снимаем выкручиваем трубу и понадобится ключ на 24 здесь открутить гайку то есть у меня она от руки не открутилась понадобился ключ откручиваем снимаем вот колбу устанавливаем я устанавливал с другой прокладкой не штатная прокладка которая идет на лешем остается здесь а чуть-чуть пошире кольцо вот мне показалось так будет правильно поставил с ним все встал закрутил колбу закрутил от руки а да еще момент при откручивании закручиваем колбы лучше ставить сюда штатный заправочный штуцер чтобы этот узел не прокручивался внутри основу приклада вставляем штуцер и после этого начинаем откручивать закручивать и после того как закрутили при подтягивании немножко давим на штуцер чтобы отверстие Центровать, чтобы при вытаскивании Вставления штуцера он не цеплял За края основы приклада Вот, чтобы находился прям по центру Вот По весу Карабин с колбой получился У меня два с половиной килограмма То есть колба добавила 200 грамм На 230 грамм То есть несущественно По сравнению с тем, что Она дает в плане запаса воздуха А Пробные выстрелы Скорость Где-то 285 Пулька 2 грамма Барракуда Больше 6 магазинов Где-то 6,5-7 магазинов Хватает запаса воздуха То есть до этого хватало На 2,5-3 На 3 уже, мне кажется, с падением скорости шел Поэтому Рекомендую Колбы Прям Дала больше, чем от нее ожидал Все устраивает Вот Дальше Момент Все знают про эту затычку Которая У нас идет Штатно Вот такая 3-х джоульная В комплекте Вот Возможно, есть смысл Вкомплектовать Двумя затычками Потому что У меня уже Несколько знакомых Свои потеряли А потеряли Именно при демонтаже То есть при неаккуратном Обращении С курком Без Барабанчика Выстрел без барабана И эта заглушечка Улетает куда-то В космос Все, кто ее Вне дома Запустили Никто ее не нашел Вот То есть может быть Есть смысл Либо сразу докупать Такую Вот Либо Комплектовать Двумя заводами Чтобы просто Запасная у людей была Вот Ну Очень неудобно Ее доставать Ставить оперативно Скажем Для обслуживания Этого узла Иногда мы ее Снимаем Вот И поэтому Я решил Что удобнее будет Использовать Такую заглушку Перчаткой Неудобно доставать А так она Легко достается Кораблируется Ногтем То есть вот Для Обслуживания Этого отверстия Можно ее Достать Легко Вот Без дополнительного Инструмента И Соответственно Потом Установить обратно И установка Возможно В двух вариантах Вот такая В предустановленном виде Когда есть зазор Ее можно Ковырнуть И вытащить Либо ее можно Додавить до конца Вот И тогда ее уже Будет невозможно Извлечь Без применения Инструмента Либо припорче Этого узла Либо Извлечь выстрелом То есть вот Так выглядят Эти заглушки Я заказал Запасом Себе и друзьям Вот Они состоят Из трех элементов Первый элемент Вплотнительная резиночка Второй элемент Внешний Диаметр И Третий элемент Сам вкладыш Если присмотреться На вкладыши Есть Грань Которая Защелкивается Там Намертво Здесь есть фасочка Чтобы она тоже Входила плотно В таком виде Она предустановлена И легко Ногтем Можно Подковырнуть Достать Вот еще Момент То что Эта же Вкладыш Получилась Довольно Плотно Встает В родную Дюзу Если ее Можно так Назвать Она у нас Заходит И тоже Немножко Как бы Защелкивается В принципе Ее ногтем Можно Оттуда Достать Причем С одной Сторона Она защелкивается Характерным Щелчком А с другой Стороны Если мы ее Будем вставлять То она Просто Вложилась Сюда И при перевороте Она выпадает То есть Можно В принципе Вот такую Пробочку Использовать И с родным Кольцом Но не так Плотно Она будет Сидеть То есть Наверное Надо отдельно Дозаказать Таких пробочек Еще Во первых Они могут Потеряться Или быть Испорченным Во вторых Можно Их Вот так Предустанавливать Вот это Что касаемо Зипа Домашнего Я перейдем К ручке Рукоятка Валькирия Спиновая Внутри Очень удобная Все ключи Шестигранники Все сразу С собой Вот я Немножко Изменил Комплектацию Сюда Вставил Запасную Черненькую Вот И Рядом с ней Довольно Плотно Встала Никуда Не выпадает Ничего Не трясется Вот еще Одна дюза Уже С пробочкой То есть Всегда Если мы Пробочку Основную Потеряли Можно Достать Из ручки Выковырить И вставить Вставить Вместо Основной Вот Кто-то Мне говорил Что Точнее Не говорили В комментариях Написали Что У ручки Очень острые Грани Как-то Чуть Не травмирует Руку Неудобно Держать Ничего Подобного Не заметил Ручка Очень удобная Вот Даже Как говорил Хотел Изначально Когда Решил Купить себе Этого Решего Думал Поставлю Ручку Макпул АТАР-15 Но В итоге Макпул Лежит Без дела Поставлю На арку Какую-то Вот И Говорили То Что Здесь Все Болтается Трясется Что-то Шумит Там Ничего Не болтается Иногда Бывает Что Шестигранники Не защелкнуты До конца Вот Вот Ничего Не выпадает Все Сидит Плотно Вот Устанавливается Сюда Тоже Плотно Вот Раз Все Наверное Да Наверное Чуть Пластик Можно Что-то Подложить Туда Пусочек Изолента Там Подклеить В нужное Место В общем Меня Это Не напрягало Вот Потом Момент Пробочки Она Когда В таком Виде У нас Находится Предустановлено Если мы Защелкиваем Без Магазина Она Туда Не заходит До конца Не утопает Вот Но если Мы Вставим Сюда Магазин Установим И закроем Вместе С магазином То Пробка У нас Защелкнется До конца И уже Извлечь Ее Будет Сложно Вот То есть Тоже Момент Такой Что В случае Какой-то Проверки Или Вопросов Относительно Возможности Даже На данной Винтовке Мощности Ее Вот Можно Всегда Предложить Приклад Защелкнуть Эту пробку До упора И Винтовку Попадает В состояние Такое же В котором Она Сертифицировалась В котором Она хранится Эксплуатируется Возможно Даже Вот То есть Экспертиза Покажет Что Не внесено Никих Изменений И Дульная Энергия Данной Пневматической Винтовки Менее Трех Джоулей Все В рамках Закона Вот Рекомендую К этому Нюансу Отнестись Очень Внимательно Потому Что Ну Такое У нас Законодательство Лучше Не попадать Под Его Расправу Потому Что Ну Просто Вроде Пневатика Пневатика Особенно Те Товарищи У кого Нет Оружия Нет Лицензии На оружие Кто Не сталкивался С проверками С экспертизами С осмотром Жилища С обысками Вот Они Недооценивают Возможности Нашего Правосудия И Возможности Геморроя Которая Может Предоставить Нам Либо Неправильно Сказанное Слово Либо Неправильное Хранение Такого Предмета Перевозка Эксплуатация С прайзбами Неположенном Месте Какие-то Там Охота Без Лицензии Вот Все Это Может Доставить Очень Много Неприятностей Которые Впоследствии Перерастут Либо Проблемы Законом Либо Большие Финансовые Потери И В последующем Отсутствии Желанием Заниматься Подобным Хобби Заниматься Стрельбой Охотой Вот Просто Отобьется Желание Поэтому Следите За своим Оружием Обязательно Храните В безопасном Месте Недоступном Месте Для детей Вот Кстати Кроме Детей Вот У меня тут Товарищ Приезжал Сегодня Очень хотел Посмотреть Эту винтовку Живьем Как и многие Выяснилось Что он Не знал Что Такая винтовка Существует И продается Первым делом Когда он Рассматривал Приклад Он Сунул Палец Сюда И чуть ли не Нажал Этот клапан По словам Что это Такое Уже Начал Давить Вот То есть Аккуратней С этим клапаном Вообще Аккуратней С пневматикой Которая Ну Я бы сказал Не игрушка Вот То есть Следите Чтобы она Не попадала В руки Детям Или Людям Которые Недооценивают Ее возможности То есть Вот как Много Видео В ютубе Можно найти Где Люди Недооценивают Возможности Там Траматического Пистолета Или Возможности Младкоствольного Оружия С травматическим Патроном Начинают Испытывать На себе На знакомых На телогрейках Одетых На людей Вот Также Это Пневматика То есть Кто Ей владеет Не допустите Попадания Этого Винтовки В руки Людей Которые Недооценивают Или Не чтят Правила безопасности По вращению С оружием Ладно Про приклад Безопасность Хватит Сейчас Еще Задали Вопрос По поводу Использования Ночного Прицела И Дальномера Определение Дистанции Я обычно Пользуюсь Таким Тепловизором На Нарезном Оружии И на Леший Тоже Перекочевал Один профиль Сделал На него Дальномера Здесь нет Здесь есть Сетка Можно Дистанцию Определять По сетке Но Для пневматики Лучше Более Точное Определение Дистанции Поэтому Мне удобнее Использовать Внешний Дальномер Который Не находится На прицеле Или на винтовке То есть Например Это Пульсар Токолейд Так же Трейл ЛРФ Пульсар Тоже Использовать В качестве Гляделки И Определять Расстояние Но Проблема С пульсарами То что Расстояние Они мерят Посредственно Им Очень сильно Мешает Туман Какие-то Плохие Погодные Условия И Расстояние Которое Он измеряет Колеблется Не знаешь Верить ему Не верить Не верить Собственным Ощущением Я перепробовал Много Дальномеров Ночных На тепловизорах Аксион Аколейд Первый Второй Про Трейл Первый Трейл Второй ЛРФ Сейчас Они вышли Вывели Термион ЛРФ Честно говоря Еще не пробовал Не знаю Как там Работает Дальномер Из всех Ночников Которые Прошли Через Мои руки Дальномер Наиболее Корректно Реально Корректно Работает На Вот Этом Приборе Вот Это Прибор Той же Компании Что И Этот Тепловизор Компания Нижен Американская Новинка На их рынке Примерно Год Уже Они Производят Продают Эту Модель Я Год Назад Делал Обзор По ней На Ютубе Вот Тепловизор Матрица Байсистем 640 На 480 12 Микрон Со Встроенным Дальномером Вот Первые Испытания Его показали Что Там Уже начинают Показывать Прочерки То есть Где-то 600-800 Метров Кромки Леса Вот Этот Дальномер Показывает Дистанции Идеально Вплоть до 1,6 Км 1,8 Км Все Меряет Отлично Меряет Очень точно Меряет Малоразмерные Цели Такие Как Голова Косули Торчащая Из кустов Вот Или Вальшнеп Селезень Сидячий В поле Ночью Показывает Все Очень Хорошо Данный Комплекс Без проблем Устанавливается На Лешего Вот Айрелив Идеальный Вынос Идеальный Компоновка Довольно Удобная Единственное Леший Сразу С ним Тяжелее Вот То есть Вот этот Прицел Огдеет 600 грамм Это По-моему Его 100 С дальномером С дальномером И двумя Аккумуляторами 186 50 То есть Леший Сразу С ним Становится Наразу Тяжелее Вот Но При этом Можно Абсолютно Точно Замерять Дистанцию Без Риска Сделать Неправильную Поправку Вот Здесь Есть 7 Сеток В памяти Прицела Разных В том числе Сетки С поправками Вот Так как В России Эти прицелы Не особо Распространены Вот В калькуляторе Игоря Борисова Стрелок Про К которым Пользуюсь Не было Этих Сеток Вот Игорь Написал Отправил Описание По прицелам Инструкцию Сами сетки Игорь Добавил Несколько Сеток В калькулятор И для Халла И для Нокса Поэтому Без проблем Можно Вести Расстояние От Оси ствола До Оси прицела Выбрать Нужную Сетку Забить Данные По Весу Пули И скорости В Коэффициент В калькуляторе Игорь Борисов Есть Сразу Целый Справочник По пульам В том числе Есть и та же Барракуда Я нашел Сразу Без проблем Единственное Скорость Поменял Потому что Там Почему-то Автоматически Калькулятор Ставил Где-то 720 Или 785 Секунду Поменял На 280 Вот И Программа Наложила Дистанции На сетку Этого Прицела Пользовался На этом Прицеле И на этом Все работает Корректно Дистанции Правильные Попадать Проблемы Не составляют Прицел Встает Очень хорошо Но вес Поэтому Мне проще Этот прибор Использовать Отдельно Как гляделку Для измерения Расстояния И за счет Того Что здесь У нас 50 линза Он Смотрит Подальше Чемнокс Картинка Еще лучше Дальность Обнаружения И распознавания Выше Но Теряем В размере Весе Дальше По прицелам Соответственно Пока Дневном прицел Использует Этот Кок 1.8 Пристрелял Где-то На 50 55 метров Его Второй Ноль Примерно На 18 Метрах Точнее Первый 18 Второй 55 Метрах Все нравится Кроме Веса Все таки Он рассчитан На Нарезное оружие Запас Прочности Здесь Приличный Вес Соответственно Тоже Приличный Хочется Прицел Полегче Жду На пробу Сталкер От Эдгана Вот И Еще Примерил Такой Коллиматор До этого Ставил Аймпоинт Ставил Холосан Но что-то У меня Они как-то Нет Не зашли Не нравится Точка Все таки Когда привыкаешь В голографической Точке У коллиматора Полного Отсутствия Паралакса То Переходить Уже На Обычный Коллиматор Не хочется Идеально Встает По высоте Отлично Подходит Глаз Прям На уровне Коллиматора Можно поставить Подальше Сюда И тогда Останется место Для установки Магнифера Там С трехкратным Пятикратным Магнифером Такой комплекс Вполне Заменит Оптический прицел Как вариант Задумаюсь Может быть Даже Пристреляю И вот Эч И Привезу Еще Коллиматор G45 С пятой Кратностью Сейчас В Америке С ними Дефицит Надо ждать Где-то Месяца два Пока И вот Этих Отгрузят G33 И G43 Вроде Появились В наличии А почему G45 Прям В дефиците Но Наверное Пользуются Большим Спросом В общем Как вариант Кто Присматривает Коллиматор Посмотрите На Этвич На Леш Он Встает Очень Хорошо Не смотрите Что он Такой Крупный Громоздкий Кажется Он Не Тяжелый Очень Удобный Хорошее Поле Зрения 123 Батарейка Долго Играющая Среди Коллиматоров На мой Взгляд Номер Один Видео Получилось Длинным Извиняюсь Всем спасибо Кто досмотрел До конца Может быть Что-то полезное Подчеркнули Вот Если будут вопросы Пишите в комментариях До свидания До свидания До свидания Продолжение следует Продолжение следует